Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим очень вкусную, нежную и красивую закуску к праздничному столу. Это яичный салат в корзинках. Корзинки из блинчиков мы уже делали, такой рецепт есть на канале. Сегодня я хочу сделать тоже корзинки из блинчиков, но совсем маленькие. Такая будет замена тарталеткам. Нам понадобятся любые тоненькие блинчики. Здесь я не буду показывать, как их готовила, но ссылочку оставлю под видео в описании на всякий случай. Теперь, чтобы нам сделать совсем маленькие корзиночки, такие как тарталетки, лучше всего взять рюмочки. Но вот у меня рюмочки только такие пузатенькие есть, поэтому я ничего лучше не придумала, как позаимствовать вот такую бутылочку из детской кухни. Берем фольгу, складываем ее примерно в 4 раза и оборачиваем или рюмочку, или вот в моем случае бутылочку детскую. Формируем такую чашечку. Прижимаем. Теперь чашечку из фольги снимаем, чтобы она ровно стояла. Потом на противне я ее подрежу. Ну и вот в итоге получается вот такая чашечка. Устойчиво стоит на плоскости. Ну и естественно, если вообще такие маленькие, я не знаю, малюсенькие такие существуют формочки для выпекания, тогда, конечно, просто берем их. Теперь из тонкого блинчика вырезаем или просто ножницами, я воспользуюсь таким кольцом, вырезаем блинчик. И теперь надеваем блинчик сверху и формируем симпатичные складочки. Вот примерно так. И таким образом я сделаю все остальные блинчики. Духовка разогрета на 180 градусов. Отправляем корзинки запекаться, подсушиться всего минут на 5-7. Вот еще хотела уточнить, что важно, чтобы краешки не соприкасались с противнем, а то они тогда потемнеют. Ну вот, буквально несколько минут и вот такие симпатичные корзиночки готовы. Они отлично держат форму, не размокают их, можно сделать заранее, например. В качестве начинки для корзинок сделаем яичный салатик. Очень быстрый, простой, но очень вкусный. Возьмем 4 крупных яйца, натрем на крупной терке. Теперь мелко нарежем 2 маринованных огурчика. К яйцам и огурцам добавляем 150 грамм натертого на мелкой терке сыра. Добавляем 2 столовые ложки майонеза. Ссылочку на домашний майонез я, как всегда, оставлю под видео в описании. Добавляем пару зубчиков чеснока, выдавленного через пресс. Еще добавлю немножко перчика. Тщательно перемешиваем. Смотрите, как симпатично смотрятся корзиночки. Теперь наполняю их салатом. Чем мне нравится этот салат? Тем, что он сочетается абсолютно со всем. Я в этот раз решила просто уложить в серединку каждой корзинки по оливке. Но вообще говоря, можно уложить ломтик красной рыбы, подкопченой или соленой. Кусочек селедки или креветку. Или розочкой сложить ветчину. В общем, на ваше усмотрение. А можно сделать все сразу. И получатся такие разноцветные, красивые корзинки. Вот, посмотрите, какие нежные корзиночки получились. У меня еще много салата осталось. Много корзинок. Так что буду готовить дальше. А я от всей души вам желаю приятного аппетита. Попробуйте приготовить. Замечательно, симпатично будут смотреться на праздничном столе. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся!